И всем привет, с вами Ростиксон и сегодня я расскажу про криптолендинг на бирже Gate.io. А перед этим подпочитесь на телеграм-канал Gate.io и мой телеграм-канал. Всё по ссылке в описании, где я рассказываю про то, что я делаю в крипте, какими монетами торгую, что закупаю. Например, недавно я рассказывал, ну, когда биток стоил 60 тысяч баксов, то, что продал более 90% своей криптовалюты. А также я туда скидывал свой телеграм-канал информацию про 100% дроп за свапы. Так что подпишись и не пропускай такие новости. А теперь интересный опрос у россиян. Также ты можешь задать свой вопрос в комментариях. И если он будет интересный, то я его задам в следующий раз. Привет, отвечу на пару вопросов. Отвечу. Как ты относишься к криптовалютам? Я думаю, что сейчас это крутой способ хранить свои деньги, потому что вне политики, вне философии крипты отбирать у кого-то деньги или блокировать кому-то счета. Поэтому для русских сейчас это явно выход. Ну, я надеюсь. Как ты думаешь, сколько пользователей в России криптовалюты? Ну, мне кажется, больше миллиона. От 4 миллионов до 10 по примерному подсчёту. Достаточно много, кстати. Я думала, меньше. Спасибо за ответы. И да, каждый из запрошенных это не подсо мной человек. И каждый получил призы от биржи Гейтайо. Спасибо за поддержку. Так, крипталендинг подходит, когда ты веришь в монеты, когда ты не будешь долгое время их продавать. Но хочешь увеличивать количество своих монет, но при этом не торгуешь. А если ты хочешь узнать про биржи Гейтайо ещё больше, то переходи в мой плейлист Гейтайо. Там более 12 разных видео про Гейтайо. Если ты там не нашёл ответы на свой вопрос, связанный с биржей Гейтайо, то пиши сюда вопрос, и я обязательно сниму видео о той теме, которая вам непонятно. Так, что такое крипталендинг? То есть ты просто одалживаешь свои монеты другим пользователям, а зарабатываешь, потому что другие платят проценты. Простыми словами, это как депозит. Чтобы перейти в крипталендинг, нажимаем на финансы, криптокредитование или крипталендинг. То есть, грубо говоря, вы вкладываете под депозит, ну, к примеру, 5%, а биржа выдаёт эту криптовалюту под 6%. Вот примерно так. Кто-то может сказать, а вдруг кто-то не выдаст кредит. Ну, то есть, наоборот, кто-то скажет, ой, я не буду отдавать этот кредит, и уйдёт. Нет, такого не будет, потому что когда люди берут кредит, они оставляют в залог столько же, сколько и взяли. Поэтому довольно безопасно. Кстати, не путайте его с криптокредитом. В том случае, ты берёшь криптокредит. Ха-ха, это важно. Так мы оказались на крипталендинге. Сверху видим доступный баланс, предоставленный, то есть, сколько мы отдали расчётную прибыль, сколько мы примерно можем получить. Совокупную сумму кредита и совокупную прибыль. Внизу мы видим самое выгодное предложение заёмщику. Так мы можем узнать, на какой процент поставить свои монеты, чтобы его брали. Ну, чтобы их брали. Оговорился немного. Конечно, хочется поставить большой процент, чтобы получать хорошую прибыль. Но, в таком случае, вряд ли кто-то возьмёт ваши монеты под заём. Ну, кредит. Так что ставьте средний процент, чтобы его взяли побыстрее. А лучше минимальный. Так, справа видим настройки, как мы будем давать свои монеты под кредит. Сюда пишем количество. Внизу будет написана минимальная сумма кредита. Ставка в день, продолжительность. И всё, мы отдаём свои монеты в кредит или заём. Это очень полезная штука, когда ты собираешься держать монеты долго и веришь, что они вырастут. Ну, и потом продашь. Это очень приятно. Да, зарабатывать вы много не сможете. Но это лучше, чем просто так держать монету на балансе. Выводы. Криптолендинг. Хорошая вещь. Я советую её тем, кто разобрался в этом, что это такое. И тот, кто желает заработать на своих монетах. Так что можете использовать криптолендинг, когда вам это нужно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Телеграм-канал Биржи Гейта Йо. Там очень много всего интересного. И также пишите своё мнение о криптолендинг. Использовали ли вы её? Будете ли её использовать? Хорошо это или плохо? Ваша активность поможет мне продвинуть ролик в топы. Так что большое спасибо. И не забывайте задавать вопросы для россиян, которые я задам в будущем. В следующих опросах.